Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Вика Романец наслаждается свободой после ухода с проекта. Она радуется положению в обществе и состоятельности своего избранника. Вика написала «Хочу все свои проблемы в жизни» решать одной фразой. «Вы вообще знаете, кто мой мужик?» В сети обсудили фотографию мужского достоинства Андрея Черкасова, которая благодаря Саше Харитоновой посмотрели все желающие. Эту фотографию прислала Саше одна из его бывших любовниц. Сам Черкасов категорически все отрицает и возмущается, как такую грязь организаторы могли пропустить в эфир. Мало кто поверил, что Андрей рассылает подобные фотографии кому попало. Но девушки, которым он рассылал себя в соцсетях, реально существуют. Они даже создали свою группу и обещают опубликовать его настоящие снимки. Вова Гаути сообщил, что у Андрея с Яной Шофеевой ничего не получается, но вроде как намечается с Сашей Харитоновой. Он написал «Вчера для Андрея в нижнем белье танцевала Харитонова и выиграла у него секс. Как прошла ночь, я не знаю». Алекс Гулиев и Влад Малеванов едут по домам навестить родных. Алекс благодарит всех, кто помог ему собрать хоть какую-то сумму на лечение брата. А Влад Малеванов надеется, что после возвращения все-таки построит с кем-нибудь отношения, а там, глядишь, и любовь. До сих пор ему с этим не везло. Руслана Мишина проиграла спор Коляну Должанскому. Как вы помните, они спорили на интим, что Руслана похудеет за неделю на 3 килограмма. Она пишет «На 3 килограмма я не похудела, удалось только на 1 килограмм. Увы, не учла погодные условия и новый климат. Коля требует секс, весь коллектив против меня. Никогда не буду спать с тем, кто пустословит, унижает и не может заступиться за меня». Кристина Лисковец рассказала, что не все так безоблачно было у них в отношениях с Федором Стрелковым в последнее время. Перед ее днем рождения они с Федей очень много ругались. Кристина даже решила, что он с ней ругается, чтобы не дарить подарок. Но когда наступил день рождения, Федя подарил ей воздушные шары и прогулку на автомобиле, и отношения наладились. А также Федя пообещал ей подарок по прилету в Москву. Кристина пишет «Самое главное, что мне очень приятно находиться с Федей, и у нас все очень даже хорошо». Так что подарки творят чудеса в отношениях. Ксения Бородина опубликовала свежий снимок младшей дочки Теоны. Особый восторг вызвали длинные волосы Теи, из которых Бородина уже сделала дочке первые задорные хвостики. Она написала «Радует нас каждый день своей смешной мимикой, своей улыбкой и таким разным настроением». Подписчики с большим нетерпением ждут того момента, когда же Бородина решит показать лицо малышки. Всем хочется посмотреть, на кого она похожа больше, на папу или на маму. Как вы, наверное, заметили, участники проекта постоянно рекламируют в соцсетях доставку готовой еды. Многие из них подсели на правильное питание. Судя по информации в сети, подобная услуга по доставке готовой еды с рассчитанными калориями недешево. Например, меню на сутки обойдется в 3000 рублей. Если заказывать на месяц, то получится дешевле – около 65 тысяч рублей. Бывшая участница проекта Нелли Ермолаева, видимо, действительно вошла в круг общения Филиппа Киркорова. Раньше она писала, что он будет присутствовать на ее свадьбе в качестве гостя, а теперь опубликовала совместные снимки. «Провожаем Филиппа на Евровидение 2016», – написала Нелли. «Ждем с победой». Киркоров будет работать в творческой команде Сергея Лазарева, исполнительным продюсером. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!